СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО? ПОЧЕМУ? Всем привет! На днях в интернет слили точные цены всей линейки 13 айфонов. Да, это будут именно 13 айфоны, а не 12s, как говорили ранее. Так вот, под это всё мы решили записать для вас подробнейшие видео о том, какой будет линейка 13 айфонов, что все эти устройства будут уметь и чем в целом будут отличаться от актуальной линейки iPhone 12. С вами команда канала World of Gadgets и мы начинаем. Кстати, в описании есть таймкоды, так что можете просто посмотреть ту часть, которая вам наиболее интересна. Но лучше, конечно же, смотреть всё целиком. И начнём по традиции с дизайном. Линейка 13 айфонов будет состоять из четырёх моделей. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Всё те же плоские грани с нами остаются, как и прямые углы, а также базовые тринашки, то есть 13 и 13 mini получают задник, выполненный из обычного глянцевого стекла с матовыми боковыми рамками, а Pro-версии получат матовые задние крышки из стекла с глянцевыми рамками сбоку. Кстати, интересный факт. Боковые грани iPhone 13 Pro и Pro Max будут покрыты специальным покрытием, которое не даст оставлять на себе отпечатки пальцев. То есть, какими бы вы жирными руками не взяли iPhone, всё равно никаких отпечатков пальцев на гранях не останется. При этом непонятно, насколько долго продержится такое покрытие, ведь оно, скорее всего, не вечное. И по многочисленным заявлениям инсайдеров, у iPhone 13 и 13 mini изменится блок основной камеры. Он всё также будет состоять из двух модулей, но на этот раз камеры будут расположены не вертикально, а по диагонали. Да, я согласен, такой дизайн мог придумать просто какой-то левый фотошопер, но на самом деле это придумали дизайнеры из компании Apple, которые зарабатывают минимум по 300 тысяч рублей в месяц. И инновации от компании Apple. Ну а если серьёзно, это не просто редизайн. Это нужно для того, чтобы добавить систему матричной стабилизации в основной модуль камеры. Но об этом чуть-чуть попозже. А вообще, ещё в целом, сами блоки камер у всей линейки 13 iPhone станут больше, так как увеличится размер сенсоров камеры и во все 13 iPhone добавят матричную стабилизацию. И толщина новеньких iPhone немного увеличится с 7,4 мм до 7,57 мм. Это не критично, и благодаря этому в iPhone поставят более ёмкие аккумуляторы, что сильно увеличит их время работы. Ходят слухи, что в кнопке включения может появиться сканер отпечатков пальцев. Но вроде как они пока ничем не подтверждены. То есть нет информации ни от подрядчиков, ни от фабрик, которые производят 13 iPhone. Так что, скорее всего, этого не случится, и мы будем иметь тот же Face ID, который не будет работать, если вы на себе носите маску. Грустно, конечно, но что поделать. Экраны 12 iPhone, мягко говоря, отстают от других экранов, которые ставят свои смартфоны конкуренты компании Apple. Так вот, в линейке 13 iPhone это поправят. Туда поставят LTPO-экраны с изменяемой частотой обновления изображения. Если кратко, такие экраны могут изменять частоту обновления изображения от 1 до 60, 90 или 120 Гц. В зависимости от контента, который вы просматриваете на данный момент. Но на самом деле не всё так круто. LTPO-экраны с максимальной частотой обновления изображения в 120 Гц получат только iPhone 13 Pro и Pro Max. А iPhone 13 и 13 mini получат обычные LTPO-экраны с максимальной частотой обновления изображения всего в 60 Гц. И это, конечно, позор. Ну реально, позор. Экран на 60 Гц во флагмане — это просто позор. В общем-то, Apple заказала экраны у двух поставщиков — Samsung и LG. LG будут производить экраны как раз-таки для iPhone 13 и 13 mini, а Samsung будут производить топовые экраны с максимальной частотой обновления изображения в 120 Гц для iPhone 13 Pro и Pro Max. И как ни странно, у Samsung заказали 80 миллионов топовых экранов, а у LG заказали всего 30 миллионов экранов. То есть компания Apple планирует продать чуть ли не в три раза больше Pro версии, чем обычных тренашек. Это, конечно, интересно, но получится ли у них? И еще один классный факт про дисплей iPhone 13. Все модели 13 iPhone получат функцию Always On Display. Что это такое? На выключенном экране вашего смартфона будет отображаться вся важная информация, а именно пропущенные звонки, уведомления, время и даты. Реально крутая тема, причем она не будет сильно жрать заряд вашей батарейки, ведь экраны у новых айфонов будут выполнены по технологии LTPO. И как раз таки там будет просто частота обновления изображения в 1 Гц, и реально, они никак не повлияют на заряд и время работы вашего смартфона. Кстати, челка в 13-х айфонах станет уже. Да, это очень круто, но непонятно зачем. Если туда разместят, допустим, заряд батареи в процентах, вот в то освободившееся место, будет классно. Или, например, дату и время одновременно. Но просто так делать челку уже, ну непонятное решение. Хотя, лучше бы тогда уже были просто айфоны без челок. Ну а Apple до такого дойдет скорее всего в 2022 или 2023 годах. Пока еще рановато будет. Помните, мы говорили, что айфоны станут толще из-за того, что в них поставят более емкие аккумуляторы. Это все, конечно, круто, но жить айфоны скорее всего дольше не будут. Особенно Pro версии. Ведь там будут экраны на 120 Гц. А вот 13-шка и 13-мини с экранами на 60 Гц вполне претендуют на звание лучшего долгожителя 2021 года в мире смартфонов. Нет, ну а реально, аккумуляторы станут больше, экраны останутся такими же. Причем технология LTPO, наоборот, позволит сэкономить заряд. А еще и более энергоэффективный чип А15. Ну вообще, я думаю, часов 8 или 10 на одном заряде они точно проживут. А может даже и больше. И отдельно про чип, который будет использоваться в линейке 13-х айфонов. Ну, называться он будет A15 Bionic, что вполне логично. Выполнен процессор будет по 5-нанометровому техпроцессу и должен будет отличаться более высокой энергоэффективностью. И важное обновление. Во время записи видео на Тайване произошла большая вспышка COVID-19. А это важный центр производства микросхем. Именно там расположены фабрики компании TCMC. Важного партнера компании Apple, которая занимается производством и сборкой айфонов. На данный момент нет точной информации, насколько вспышка повлияла на все производство. Но есть большой шанс, что их пропускная способность снизится. Вместе с глобальной нехваткой чипов и полупроводников это может серьезно повлиять на производство айфонов и сроки поставок. И по поводу оперативной памяти. В iPhone 13 и 13 mini будут всего 4 гигабайта оперативки. А в iPhone 13 Pro и Pro Max будет 6 гигабайт оперативной памяти. Хотя в целом хотелось бы больше. Но поставьте вы в обычные дренажки по 6 гигабайт, а в Pro версии по 8. Ну почему нет? Будет же реально круче. У всей линейки 13 айфонов блок основной камеры станет больше, массивнее и будет сильнее выбирать из корпуса смартфона. С чем это связано? С тем, что изменят сенсоры основной камеры, а также добавят матричную стабилизацию во все модели линейки iPhone 13. И еще. Точно известно, что в каждом представителе линейки 13 айфонов будет стоять новый сверхширокоугольный модуль с новой матрицей и линзой. Кстати, кто из вас реально знает, что такое светосила, как это все работает и почему одни смартфоны фоткают круче, а другие хуже и чем отличаются сенсоры камер и так далее. Давайте договоримся так. Если на этом видео будет хотя бы 30 лайков, то мы запилим для вас подробный разбор, что такое светосила, как в целом фотографируют камеры смартфонов и чем они отличаются и как выбирать себе смартфон с хорошей камерой. Ну а мы продолжаем. Ну и самое интересное то, что больше всего волнует людей про 13 айфоны. Это их цены. Так вот, скриншот с ценами, которые слили. Но это цены в США. Плюс надо округлить цены про версии до сотен, потому что Apple никогда не поставит такие неровные числа по типу 1050 долларов. Нет, не за что. Старт будет от 1100 баксов. И как же посчитать цены в России? Давайте смотреть. Если посчитать разницу с ценами в США и в России на 12 айфоны, то видно, что айфон 12 и 12 мини в России на 20 тысяч дороже, а Pro модели на 30 тысяч дороже. Следовательно, надо прибавить 20 тысяч к ценам айфона 13 и 13 мини и 30 тысяч к ценам Pro моделей. Переводим, прибавляем нужные суммы, округляем до ровных чисел и получаем вот такой вот красивейший прослист с максимальной ценой в 160 тысяч рублей. Почему? Так дорого. Почему? Ну это жесть. Но, кстати, как ни странно, цены на обычные айфоны 13 и 13 мини не сильно поменяются. Ну потому что в этих смартфонах не сильно ничего будет новое. А вот цены на 13 Pro и Pro Max вырастут из LTPO экранов на 120 Гц. Ну потому что за инновации надо платить. Плюс там будут версии смартфонов на 1 терабайт постоянной памяти. И, конечно же, поэтому максимальная цена будет чуть выше. А вообще, кто из вас планирует покупать смартфон за 160 тысяч рублей? Я вот думаю, что взять, аймак или смартфон? Кстати, ставьте лайк, если чуть не упали в обморок, увидев цены на новенькие айфоны. Я уже поставил, причем дважды. Ну и раз уж мы заговорили про цены, то давайте поговорим и про цвета новых айфонов. Во-первых, айфон 13 и 13 мини теперь будут вот в таком вот мега красивом оранжевом цвете. Нет, ну реально, выглядит потрясающим. А еще по слухам будет и розовый цвет. Смотреться это будет примерно вот так вот. А про модели получат супер красивый графитово-черный. И, наконец-то, линейка айфон 13 и 13 мини будет с яркими цветами. Потому что в этом году, нет, ну реально не было каких-то примечательных цветов, кроме вот этого вот сиреневого, который показали через полгода после презентации айфон 12 и 12 мини. Кстати, какой ваш любимый цвет? Напишите в комментариях. Ну и финальный вопрос. Стоит ли обновляться? И стоит ли покупать тренажку или, наоборот, взять 12 айфон? Тут все зависит от ситуации. В принципе, если у вас нету прямо сейчас смартфона, и вам срочно нужен какой-то айфон, то, конечно же, покупайте двенажку. Никаких проблем не будет. Они будут долго обновляться. Потому что в целом смартфоны реально классные. Ну а если вы сейчас еще только копите или думаете о покупке новенького смартфона, то, конечно же, лучше подождать выхода 13 айфонов, а там уже решить по ситуации. Либо купить самую новую модель, либо просто найти двенажку по более приятной цене. А ведь цены на 12 айфоны после презентации сразу же упадут. И это тоже круто. Ну и стоит ли обновляться? В принципе, если у вас iPhone 11, XR, XS или ниже, то почему бы и нет? Если, конечно же, вы готовы и у вас есть деньги на обновление. А вот с двенажек, как мне кажется, обновляться смысла нет. Ну потому что, по сути, будет только экран на 120 герц LTPO и чуть прокачанный ширик с более емким аккумулятором. Ну это не стоит тех денег, которые попросят за 13 айфоны. Реально, проще обновиться через год. Но это, опять же, мое личное мнение. Если у вас какое-то другое, напишите в комментариях. Давайте там по этому поводу и пообщаемся. Ну и ждем презентации 13 айфонов уже в сентябре 2021 года. С вами была команда канала World of Gadgets. Будем очень благодарны, если вы поставите лайк этому видео, поделитесь им в социальных сетях. А также не забудьте подписаться на канал, если вам понравился этот ролик и вы хотите еще больше таких новостных или, наоборот, обзорных видосов. И спойлер к следующему видео. Угадайте, что это за смарт-часы. Совсем скоро будет их обзор, а мы с вами не прощаемся, ведь мы в интернете. Всем хорошего дня и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok